итак корпус нашей лодки готов идем смотреть что получилось именно в таком виде приходит корпус после цеха сварки на что бы хотелось обратить внимание я хотел бы показать как выглядит в реальности силовой набор когда мы говорим что у нас силовой набор спроектирован с значительным запасом прочности сделано все это из листового материала то есть стрингера вырезаны сделан верхний гиб для большей жесткости и вот таким вот образом все это суда варено значит по центру у нас здесь будет находиться бак чуть позже мы положим посмотрим как это выглядит все рундуки у нас идут с комменсами и со всех комменсов сделала система отлива то есть вода которая попадает комикс у нас по специальным вареным трубочкам попадает в трюм лодки и потом выбраться оттуда помпой дальше обратите внимание на усиление которые идут по всей длине борта это сделано для того чтобы корпус не сгибала не разгибала на волне естественно что всю тыльную сторону мы дополнительно еще запеним и будет зашита все это фальш панели вот так вот выглядят посты управления то есть они тоже выварены полностью из алюминия естественно что они еще без отделки после того как над ней потрудится цех малярки они будут выглядеть как панели из роллс-ройса вареные рундуки по спиннинге здесь у нас сварен рудук под холодильник здесь по моему заказу сделали маленький все-таки рундучок под зарядное устройство чтобы иметь к ним очень быстрый доступ не хватает у нас здесь складного дивана который будет изготовлен и установлен чуть чуть попозже ну вот в принципе наверное и все то есть монолитно цельный сварной корпус полностью с с готовыми системами отлива кстати говоря еще одна немаловажная вещь если посмотреть отсюда то мы увидим что для того чтобы вода которая будет попадать под поел она вот здесь писали коллектор п-образный по днищу который идет а рядом круглая труба это дополнительный мы называем его аварийная система слива чтобы на случай если вдруг по каким-либо причинам у нас забьется основной коллектор чтобы не получилось у нас здесь ванна мы делаем аварийный для как бы для аварийного сброса воды чтобы вода попала там где стоят у нас трубные помпы и после этого была удалена забор пойдемте посмотрим на носовую часть лодки а здесь есть на что посмотреть обратите внимание какой высоты у нас стрингера в данной части лодки и это неспроста так дело в том что максимальная ударная нагрузка на лодку когда мы скачем полна приходится именно на эту часть поэтому раз максимально ударная нагрузка здесь мы ее максимально усилили эта часть естественно себя будет запенена палуба передняя является полностью самоотливной то есть вся вода которая попадает на палубу попадает специальный коллектор и выбрасывается за борт без всякой помпы наш корпус готов сейчас его помоют очистят от стружки от пыли от грязи после чего он поступит на малярку и на запенивание итак следующий этап значит вот он наш катер вернее мой мой красавец катер покрашен катер запенен и уже мы видим частичную отделку поверхности но обо всем по порядку нас первое судовые краски напомню что мы красим окрашиваем наши катера судовыми красками хемпель мы обязательно грунтуем днище в данном случае у меня белый борт черное днище и черный планшек днище мы грунтуем по двум причинам первое все таки это дополнительная эстетика это более красиво смотрится второе это дополнительная защита поэтому вот черное днище белый борт и планшет то есть окрашен как увидел здесь заклеен для того чтобы его там не поцарапали и теперь пена значит здесь вы можете посмотреть как выглядит запененный катер после того как все работы с ней уже закончена то есть мы запениваем катер запениваем все свободные полости которые есть у нас под днищу дальше мы снимаем верхний слой потому что нам туда нужно уложить будет бензобак и верхний слой так как мы чуть-чуть нарушаем пленку мы закрашиваем специальной краской для того чтобы сделать ее как сам водонепропускной пена обеспечивает катеру непотопляемость и она делает просто потрясающий шумоизоляцию когда идешь на этом катере нет такого ощущения что ты лишь на алюминиевом катере никаких дребезжаний нету часто задаваем вопросы то есть а как это выглядит как это будет некоторым клиентам мы отправляем фотографии кстати говоря это довольно консервная практика у нас когда люди на каждом этапе просят фотографии как это выглядит то мы делаем без всяких проблем и отделка то есть на сегодняшний день большинство поверхности его обклеены естественно здесь не установлена еще фурнитура следующим этапом будет установка топливная система подключения всех патрубков всех шлангов мы установим сюда посты стекла и уже скажем так близко близко приближаемся к тому моменту когда катер будет готов полностью еще немного про отделку значит фишкой катеров серии шторм является то что мы не используем нигде фанеру значит все крышки все крышки все сидения вот все платформы у нас сделаны из алюминия и обтянуты в данном случае от ковролином здесь вот так как крышка скажем так длинная и узкая мы сюда устанавливаем усиление для того чтобы когда человек но не наступил чтобы она не продавливалась также усиление есть у нас на передней палубе на крышках сейчас попытаюсь здесь достать вот то есть это алюминий согнут и отделан ковролином также ковролином мы отделываем все внутренние поверхности здесь можно посмотреть на систему комиксов как это выглядит помимо комиксов здесь все эти рундуки все отверстия не соединены вот такими скажем так же лобами и по одному по одной стенке мы спускаем полностью в трюм трубку по которой вода которая попадает сюда уходит вниз ну и соответственно потом выкидывается помпой поэтому все рундуки у нас сухие это вот задний кренобуль кренобуль полностью запенивается здесь и задние тут рундучки все отделано ковролином все сделано короче ряд дободаться не до чего хотя уверен что найдется кто-нибудь двигается но мне все нравится отдельно про бак отдельно про бак здесь как я и заказывал мы убрали центральный рундук которым кладем спиннинги потому что у нас в базовой комплектации предусмотрено три спиннинга по левому борту и два спиннинга по правому борту до 2 и 9 метра длиной поэтому я считаю что 5 спиннингов с головой и здесь мы сделали большой бак посмотрите какое пространство то есть бак будет иметь вот такую конусную форму сделали короче бак 270 литров это означает что автономность этого катера вырастет просто значительно на нем можно будет идти гораздо дальше без дополнительной подзаправки я уже говорил про то что на носовую часть приходится максимально ударная нагрузка поэтому здесь вот посмотрите как все запенено помимо усиленного сверхмощного силового набора на носу высоких стрингеров мы запениваем все это и получаем дополнительную жесткость здесь также мы можно посмотреть пока все разобрано каким образом организован отлив с верхней палубы то есть если мы поднимем здесь то мы увидим что вся вода поступает сюда в желоб и отсюда через отверстие выбрасывается будем считать что этот этап у нас принят и так наш двигатель пришел это целый mercury 250 proxs правда задержка в два месяца но слава богу что пришел мы полностью собрали катер поставили все доп оборудования единственное что я хотел поставить на него минкоту и хам но минкоты хама пока нет тоже задерживаются поэтому поставили лоуренс и моторгайд тоже неплохой вариант хочу показать вам как устроена у нас топливная система сейчас поднимем палубу и посмотрим чтоб находится под ней вот так у нас все выглядит под палубой значит мы имеем увеличенный бак усиление над баком на которую кладется палуба и здесь есть вот одна вещь на которой я хотел бы обратить внимание помимо топливного датчика у нас здесь в специальном обнижении сделан вот такой ревизионный лючок в которой вварена заборная трубка то есть обычно заборная трубка вваривается в сам бак но здесь мы сделали вот такую вот съемную штуку для того чтобы если вдруг там забилась со трубка потому что ну какой-то некачественный бензин попал бак это можно было очень легко снять проревизировать ну естественно там поменять случае и поставить это обратно и несмотря на такой внушительный объем у нас бак съемный и еще хочу показать вам какая у нас тут получилась панель управления посмотрите как все гармонично смотрится как хорошо сюда вписался прибор мерка так вот у нас видится все кнопочки все красиво все просто огонь-огонь и осталось нам только спустить его на воду и проверить алюма шторм 577 в деле но это в следующей серии в принципе Продолжение следует...